Всем привет, это 21 век. Меня зовут Виктор Гастеев и мы продолжаем знакомиться со всеми недавно вышедшими Infinix'ами. И сегодня, к вашему вниманию, Infinix Hot 40i. Данный смартфон продолжатель традиции Infinix 30i. Смартфон улучшили. Теперь у нас 50-мегапиксельная основная камера и 32-мегапиксельная селфи-камера. Как говорит нам, коробка. Все перечисленное мы сейчас протестируем, но для начала давайте рассмотрим телефон. Мы недавно выпустили ролик с обзором Infinix Smart 8, так вот, Infinix Hot 40i на него чем-то похож. Это все такой же стильный дизайн с немарким корпусом, с аккуратным невычурным блоком камер и глубоким переливающимся цветом. Рамка глянцевая и на ней можно увидеть отпечатки, но на самом деле эта рамка настолько узкая, что отпечатков почти не видно. Органы управления справа, кнопка блокировки с доксилоскопическим датчиком утоплена. Слева лоток для двух сим-карт и флешки. Снизу Type-C и разъем Jack 3,5 мм. В общем, классика. С фронтальной стороны камера островок и широкие рамки, особенно нижняя. Стекло с 2,5D эффектом. В общем, все напоминает Smart 8 из предыдущего обзора. Экран здесь IPS на 6,56 дюймов. Разрешение 720 на 1612 пикселей. Значение PPI 269. Пиксель становится виден примерно вот тоже на вот таком расстоянии. Это примерно длина ладони. В целом экран нормальный. У него хорошие цвета и отличные углы обзора. Яркостью дисплея 480 нит. Это все еще та яркость, на которой при солнце все видно, но тем не менее все равно хочется спрятаться в тени. Частота обновления экрана 60 или 90 герц. И знаете что? Я уже начинаю привыкать к этому значению у бюджетников. Что интересного, то что здесь нам поставили такой же процессор, как и в Smart 8. Это Unisoc T606. 8 ядер, 12 нанометров. В игре, как мы говорили в прошлом ролике, он все еще способен. Но для комфортной игры выставить придется минимальные параметры графики. А вот по оперативной памяти здесь у нас уже поинтереснее. Потому что у нас здесь есть 16 гигабайт, 8 из которых физические, а 8 виртуальные. В постоянной памяти 256 гигабайт, либо 128. Но имейте в виду, что при покупке 128 гигабайт в памяти, оперативной будет уже не 8 гигабайт, а всего 4. Троттлинг-тест показал, что смартфон не умеет перегреваться. Температура при замере сразу после теста при комнатной плюс 23 составила всего 39 градусов. Смартфон работает на 13-м андроиде, фирменной оболочке XOS 13. И он, как смарт 8, оснащен графическим островком с уведомлениями Magic Ring. Удобно, трендово, что тут еще сказать. Давайте к автономности. Смартфон оснащен батареей на 5000 мАч. И по своим показателям автономности он все так же напоминает смарт 8. А вот блок питания нам положили уже не на 10, а на 18 Вт. И полная зарядка здесь уже происходит намного быстрее, за 70 минут. Что еще радует, то что производитель нам здесь поставил степень защиты IP53. Что это значит? То, что брызги нам не страшны. В остальном Wi-Fi 5, Bluetooth 5, а еще нам сюда поставили NFC. Это тоже плюс. Ну и вот мы добрались до главной фишки. Камеры. Основной модуль у нас на 50 мегапикселей. При хорошем дневном освещении фотографии хорошие, детализированные, красивые. С уменьшением света мы теряем и качество. Но ночью не сказать, что плохо. Вполне себе. Видео снимается в Full HD и вот такую картинку мы получаем. Стабилизация цифровая. И для грамотной работы ей нужно много света. Когда света мало, стабилизация немного смазывает картинку. А вот так происходит переэкспонирование. А так перефокусировка. Мое мнение по основной камере, то что детализация намного лучше, чем в Smart 8. Но вот в плане требований к свету здесь точно так же. Хотя, на мой взгляд, картинка селфи-камеры вполне себе нормальная. И как вы уже поняли, запись на нее. Сейчас я нахожусь в идеальных студийных условиях. А сейчас я переместился в условия чуть похуже. И как вы видите, появилось немножко шума. Ну, как-то так. А еще можете заценить звук. Жаль, конечно, что ИИ в сложных условиях обрабатывает не так кожу, как хотелось бы. Но зато мы имеем фотки как есть. Мое мнение по этому смартфону, то что он очень близок к Infinix Smart 8. Тут тот же процессор, очень похожий дисплей и внешний вид у него тоже очень похож. Самое существенное отличие здесь камеры. 50 и 32 мегапикселя против 13 и 8. Ну и, конечно, тут в версии 256 гигабайт вдвое больше оперативной памяти. А еще тут присутствует NFC, а в Smart 8 его нет. Это тоже заметное преимущество. Ну, а что из этого выбрать, решать, конечно же, вам. Мы лишь показали и протестировали. На этом все. С вами был 21 век. Меня зовут Виктор Гасеев. Infinix Hot 40i. С вас лайк, подписка, комментарий. И увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok